Забайкальский центр В Край завели национальный проект «Безопасные и качественные автодороги», где на федеральные деньги местные власти должны ежегодно приводить в порядок сотни километров дорог. В 2023 году по Краю отремонтируют 253 километра дорог и 30 километров в краевой столице. Мы вошли в программу с одним из низких показателей по дорогам нормативного состояния по оригинальной сети. И к 2024 году мы должны достигнуть показатель 45% дорог нормативного состояния оригинальной сети и 85% дорог городской агломерации мы должны привести в нормативное состояние тоже к 2024 году. В планах на этот год закончить неудавшийся ремонт улицы Матюгина в Атамановке, где в прошлом году подрядчики с дороги убрали асфальт и так и бросили. Также у нас в городскую агломерацию входит еще и поселок Атамановка, в котором тоже мы планируем в этом году завершить ремонт участков улиц в протяжении 6 километров. Мы должны были в прошлом году завершить еще, но контракт был невыполнен, расторгнут с подрядной организацией. И в этом году зашел новый подрядчик и планируем в этом году полностью завершить. Всего в Чите отремонтируют 20 участков городских дорог. Объектов много, но в министерстве заверили, что город не застынет в пробках, потому что все под контролем. Сами улицы не имеют большой протяженности, соответственно, мы эти сроки сдвигали таким образом, чтобы на одной улице производится ремонт, потом переходим на другую улицу, чтобы не было пересечений и коллапсы. Это мы все графики рассматривали, и все схемы организации движения при выполнении ремонтных работ, они все согласованы с нашим управлением ГИБДД. Планированием на один год все не ограничивается. В ближайшие несколько лет начнется реконструкция дороги на КСК с троллейбусной линии. По предварительным подсчетам за 9 миллиардов рублей. Мы в пятилетнюю программу именно по городской агломерации включили крупные объекты, но с дополнительным источником финансирования. Пока вопрос по доп. источникам финансирования не решен, но хотел бы сказать, что у нас там включены крупные объекты. Это развязка на выходе на объездное шоссе в районе Роскового кладбища. Мы запланировали и включили ее в пятилетнюю программу. Также у нас в пятилетнюю программу включена реконструкция дороги на КСК с устройством троллейбусной линии. Также мы ее включили в мастер-план города Читы и, скорее всего, уже в этом году начнется реализация этого мероприятия. И, соответственно, часть реконструкции улиц для того, чтобы нам расширить движение и сократить количество ДТП именно в городе Чите. Отдельная тема – это автомобильные дороги Забайкалье, подведомственная Минстрою организация, которая больше не может заниматься ремонтом дорог из-за долгов почти на полмиллиарда рублей. По данным наших источников, часть средств – это долги перед поставщиками, часть лизинговые платежи и часть налоги и сборы. Несмотря на регулярные увольнения и кадровые рокировки, предприятия будут оптимизировать, чтобы сэкономить деньги. В этом году действительно наши автомобильные дороги не получили контракт. Во-первых, они не участвовали в конкурсных процедурах на заключение контрактов. Визитом пока со сложной финансовой установкой в нашем предприятии они не могут участвовать в торгах, потому что пока нет возможности получить банковскую гарантию. Работы будет достаточно, денег чиновникам дадут тоже много. Отставки в ключевых строительных организациях идут одна за другой. Мы продолжим следить и обязательно расскажем вам, что из этого выйдет. Валерия Наумова, Ирина Тимофеева, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова